Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Makeup Fetish. Сегодня у нас с вами будет три макияжа со сияшками и не только от бренда Noage. У нас с вами здесь будут продукты, которых нет еще в продаже, но есть они у меня на тесте. Есть сияшка, которую я еще в продаже вроде бы не видела, но она уже есть у меня. Я сняла на нее свотч, обязательно вам покажу. И с ней мы сделали макияж. Я предлагаю не откладывать в долгий ящик, перейти сразу же к макияжу. Если у вас будут по ходу видео возникать какие-то моменты, какие-то вопросы, пишите их. Я всегда рада вашим комментариям. К сожалению, не успеваю на них отвечать достаточно оперативно, потому что периодически я захожу в статистику YouTube, где смотрю все комментарии. Могу зайти там спустя две недели. Я просто не успеваю вам отвечать вовремя. Простите меня, пожалуйста, за это. Я буду стараться это исправить, но по возможности. Ну что, давайте с вами перейдем к первому макияжу. Надеюсь, вам будет интересное данное видео. Погнали! Макияж. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы красный у меня все-таки получился красным У меня на глазах уже есть база от Nars Поэтому я сейчас буду брать вот этот оттенок И буду его наносить во внешний уголок Кисточку я беру от бутон, вот такой вот бочонок Вот я набрала этот оттенок И сейчас его немного вработаю в кисть И начну наносить на веко Я хочу его набить, чтобы он все-таки у меня получился красным А потом дальше я буду его дотушевывать Сейчас я его немножечко подтушую, чтобы у меня были границы хоть какие-то уже видны И дальше буду его набивать У меня очень большая проблема с поиском красного-красного Потому что все оттенки уходят либо в какой-нибудь розовый Либо в какую-нибудь фуксию И это прям какая-то жесть Но этот вот видите тоже он уходит в такую вот фуксию Давайте я возьму кисточку заева 231 И попробую все-таки ею поработать Возможно Возможно, ею будет все-таки немного проще Она побольше По размачивающейся сама кисть Возможно, это просто будет быстрее Ну вот красный вроде бы получается красным Но не до конца Все равно это вот такая вот розовинка Она прям сильно проступает Несмотря на то, что мне на сводчах показалось, что это прям красный-красный Наверное, на одном глазу я сейчас сделаю от темного к светлому А на втором сделаю наоборот Я еще наберу красный, ничего страшного И еще его поднабью В надежде, что все-таки, может быть, он станет красным, а не розовым Немного подтушевываю Границу Ну, мне кажется, это вот максималка его, которую можно вообще добиться Ну, где-то красный проступает Но в основном это все-таки фуксия Возьму кисточку Манлипро четвертую Вот эту вот Наберу на нее Опять же, это красный оттенок И немного заведу на нижнее веко Чтобы здесь тоже у нас все-таки проявлялся немного красный Немного подбытину форму Потому что у Нуаж очень яркий, красный Я боюсь, что я сейчас встряну в то, что мне недостаточно будет затемнения Но я уже сейчас вижу, что его недостаточно Черным я затемнять не хочу Хочу работать только этой палеткой А здесь есть только коричневый Поэтому, скорее всего, затемнение буду делать коричневым Немного еще пройдусь вот сюда Даже маленькой кистью Ну и давайте дальше начнем немножечко тушевать все, что мы с вами сделали Возьму Манлипро третью Наберу на нее оттеночек феери оранжевый Вот этот вот оранжевый И уже им я начну подтушевывать границу Оранжевый, на самом деле, мне очень понравился В палетке она сводчах И мне очень интересно, как они вообще работают от темного к светлому Возможно, я немного переборщила И подняла тушевку слишком высоко этого красного Но ничего страшного Нет, работать от светлого к темному ими практически невозможно Потому что вот этот оранжевый, видите, насколько он перебивает Вот видите, прям такая полоса осталась Он перебивает красный Прям как только может Поэтому сейчас наберу еще красный и пройдусь по нижнему веку Все-таки этой палеткой лучше работать от светлого к темному Никак иначе Иначе вот будет то, что получилось у меня Ладно, давайте попробуем, может быть, желтым подтушевать Возьму еще раз Манлипро четвертую Работаю в кисть Она маленькая, в принципе, ее можно пробовать что-то проработать И вот сверху оранжевого начинаю наносить По чуть-чуть Ну да Я сделала очень большую ошибку Что я начала работать от темного к светлому Ну ладно, я сейчас сделаю тушевку А дальше, я думаю На втором глазу я попробую Хотя я боюсь, что если я сейчас сделаю тушевку наоборот То они слишком будут отличаться Ну, в принципе, давайте попробуем Ну, подумаешь Может быть, никто не заметит на работе, что я так сделала Ну, какая-то странная получается форма, если честно Потому что где-то вот у меня лег этот желтый Где-то у меня лег оранжевый Где-то не лег И прям какая-то очень странная форма получается Ладно, давайте я возьму еще красный, который у нас был Не набирая то, что у меня было на кисти бутон Я просто немного подсмешаю все это Реально очень странная форма получилась Посмотрите, в какую розовую фуксию это уходит Ну, почему нельзя сделать нормальный Нормальный красный, я не понимаю И, честно, каждый раз очень обидно Потому что я все еще в поисках нормального красного оттенка Который не будет уходить вот в эту вот фуксию Но пока что это безуспешно Так, я хочу взять кисточку Викторию Станейт 16 Хочу набрать оттенок Bright Вот этот вот И его очень хочу завести во внутренний уголочек Чтобы потом на него я, возможно, нанесу сияшки Возможно, я его так и оставлю Вот сейчас мне очень хочется его нанести Возможно, чтобы понять, чем не дотушевывать вот это вот место Но, наверное, это должен быть оранжевый Чтобы были хоть какие-то у нас плавные переходы Кстати, очень красивый вот этот вот оттенок Я прям не уверена, что сюда впишется вот этот вот красный Ладно, сейчас будем смотреть Я с собой еще взяла В03 оттенок Возможно, он сюда будет лучше Но это еще не все Я еще взяла с собой Т106 Ладно, давайте я сейчас закончу с тушевкой А потом будем выбирать сияшку Правильно ведь? Так, я пока что не знаю, когда делать этот глаз Поэтому я набираю опять оттенок Bright И начинаю делать макияж на втором глазу Но сейчас я хочу работать от светлого к темному Самый смертельный номер Это повторить форму Возьму Шик 09 Наберу оттенок Самари Это желтый И начну им делать границу тушевки Заодно посмотрим сейчас, как он тушуется Тушуется он достаточно сложно Он как-то в какие-то места не захотел вообще ложиться И ложится он, если честно, странно Прям, вот видите, он какими-то прям проплешными ложится Что для меня реально очень странная история Немного подтушу эту же кисточку И набирая границы второго глаза Дальше феери набираю, это оранжевый И им уже выстраиваю форму Вот феери, кстати, хорошо наносятся, хорошо тушуются А вот этот вот желтый прям ни в какую Посмотрите, какой красивый оранжевый этот Немного стушевываю его с желтым Кстати, у меня вот здесь есть шрамик И сюда тянется И конкретно эти тени сюда вообще не хотят ложиться Здесь, мне кажется, получилась поинтереснее форма За счет того, что как бы нестандартное нанесение Но что теперь я знаю, что вот сюда вот в уголочек Мне нужно набрать, нанести тоже оттенок феери Поэтому я сейчас его нанесу Кисточкой Манли Про четвертой Просто вот сюда вот его Максимально на слою Чтобы он здесь был вот таким вот Да, но это сейчас не будет красный макияж Прямо сто процентов Это будет все, что угодно Только не красный макияж Оттеночек этот Я начинаю наносить Кисточкой от Заева 231 И почему-то вот сейчас Он вообще не хочет А, не все Пошла жара Если честно, тушуется вот с другими Он сложновато немного Затемнять коричневым мне все-таки придется Это прям однозначно Как-то очень сложно наносятся оттенки Либо я реально разучилась делать макияжи за это время Либо действительно достаточно сложные оттенки в работе Я пока что не понимаю На сводчих мне показалось Что прям вообще палетка такая крутая Все замечательно Ну вот видите В макияже Есть небольшие сложности Но Эти сложности вполне поправимы Ничего страшного В принципе Похоже на то, что Получится это все выровнять Более-менее Добавляю нижние века Вначале нанести оранжевый Да ладно Ну в принципе Я не могу сказать Что получилось как-то вот Совсем по-разному Я сейчас просто добавлю Куда мне надо Оранжевый и желтый Беру оранжевый Да что ж такое Возьму сейчас чистую кисточку Какую-нибудь Маленькую Возьму заева 238 Такую тоненькую И вот ею попробую Вот это вот место Прямо-то максимально Подтушевать Ну почти да Получилось Пришлось довести до брови Но у меня там будет хайлайтер Поэтому я особо Не переживаю И продолжаю оранжевый Наносить На границе тушевки Ну как обычно у меня Форма улетает Даль Но если честно Сложновато Работать с этой палеткой У кого она есть Пожалуйста Расскажите Мне очень интересно Будет как вы с ней Подружились Возможно у вас были Такие же проблемы Как у меня Возможно у вас были Другие проблемы Либо вообще У вас проблем с ней не было И У вас прям Все хорошо Но вот как бы Вот эта вот часть У меня прям Не хочет тушеваться Давайте я сейчас возьму Опять Шик 0.9 И попробую Им вот это вот Место растушевать Немного И потом Вот как-то их Совместить Нет Это максимально Странные макияжи Даже несмотря на то Что я попробовала Два разных варианта Нанесения тени И тот и тот Оказался Достаточно Сложным То есть В последнее время Анерсли Меня очень расстраивает Своими матовыми Я прям Ничего не могу С этим поделать Как-то Мне с ними Не везет Все одно время Мне прям Очень они нравились Что происходит Я не понимаю Я немного Уменьшила форму Здесь еще потом Немножечко Почищу И довыведу Когда пойму Вообще Что у меня там Получается Потому что Сейчас у меня Просто паника Дичайшая паника Потому что Мне с этим макияжем Идти на работу Так Возьму кисточку Манде Про 3 С оранжевым Оттенком И просто Пройдусь По всему Нижнему веку И подтушую Границы Я если честно В полном расстройстве Что это так выглядит Давайте попробуем Взять вот этот Вот оттенок И углубить форму Возможно Это спасет Нашу ситуацию Возможно Не спасет Я уже Ничего не знаю Будем пробовать Будем Однозначно Пробовать Так Я возьму Для начала Кисточку Рефер 24 Бочоночек Наберу на нее Этот Коричневый оттенок Работаю В кисточку И начну Углублять Форму Начну С внешнего уголка Вот если честно Тоже Достаточно Сложно Наносится Я вот не понимаю В чем проблема Может быть реально У меня что-то с руками Стало за это время Я вот не понимаю А не Все разработалось Оттенок Хорошо Это не может Не радовать Что оттенок Разработался Наша фуксия Практически Перекрыта Нанесу Этот же оттенок По нижнему веку Но сложно Могу сказать Это очень Даже сложно Вот можно было Эту фуксию Вообще не наносить Из оранжевого Сразу же уйти В этот коричневый Возможно Это было бы Лучше То же самое Делаю На втором Глазу И вот Знаете Какое у меня Впечатление Складывается Что Тени плохо Цепляются К предыдущему Слою У меня Такого Еще не было Но они Цепляются Но сложно То есть Вначале Они наносятся Очень легко В принципе Может быть Это просто Да нет Они обычно Так не делают Конечно Но возможно Это из того Что Вначале Они наносятся Типа легче Потом Вы можете Их наслоить Но я не могу Сказать Что вот Они как-то Очень сильно Наслаиваются Все равно У меня какие-то Очень странные Впечатления Я пока что Даже объяснить Их толком Не могу Что за Ощущения У меня От этой палетки Ну как бы С коричневым Сложности Но это Прям нужно Постараться Нет Вот реально Они как-то Наслаиваются Не с первого Раз Возьму Мандепро Четвертую Она в принципе Похожа на нее Наберу Этот коричневый И начну Все-таки Чуть больше Углублять На нижнем веке Ага То есть Вот это вот Кистью Они работают Куда лучше Видите Они как-то Подтушевываются Лучше Ну а возможно Это еще Из-за Наслоения Либо кистью Больше нравится Капризные Капризные тени Капризные Я ничего не могу сказать Вот Кстати Вот Мне кажется Что в принципе Каждый оттенок Более-менее Подружился С вот этой вот Кисточкой От Мандепро С другими У них Нету Такого Такой Магии Вот видите У каждого В каждой палетке Всегда есть Свои приколы Да Конечно же Хочется Чтобы Ты просто Сел Накрасился И вообще Не парился С тем Что там происходит Но к сожалению Это не всегда Получается Иногда Вот мы Сталкиваемся Сталкиваемся С тем Что нам нужно Подыскивать Кисти Подыскивать Еще что-то Искать Подход К палетке Это же тоже Это тратит Наше с вами Время Которое Есть К сожалению Не всегда Но Если вы Такой же Маньяк Как я То вы Можете Долго Искать Подход К палетке Возьму Рублев Вот такую Кисточку Маленький Бочоночек Наберу Оттенок Брайт Я сейчас Напомню Что это Это вот Этот оттенок И Немножечко Его Заведу Еще По нижнему Веку Делаю Вот такую Штуку Видите Кстати Даже Он Перебивает Те Темные Оттенки Матовые Которые Были Под Ним Поэтому Работать Этими Тенями От Темному К Светлому Это Такая Себе Идея Если Честно Так Ну что Давайте Посмотрим На Сияшки Так Вот Этот Оттенок Сюда Ну Возможно И Да Но Если Честно Хочется Что Нибудь Сюда Полегче Давайте Попробуем Т 106 Вот Этот Вот Слишком Много Розовинки Т 103 Будет Слишком Зеленым Зеленым Зелено Голубое Такое Нет Наверное Его Не хочу Так Я Выбираю Золотисто Сюда Будет Прям Примитивненько Делаю Делаю Подтушевать Как Обычно Как Обычно Я Наносить Без Без Базы Возьму Викторию Станевич 108 Наберу На нее Этот Оттенок И Начну Его Наносить Да Мне кажется Это была Хорошая Идея Выбрать Именно Этот Оттенок Красный Говорю Хочу Макияж Правда Все Как Обычно Ничего Не Меняется Видите Они Прямо Отдельными Исклинками Ложатся Сейчас Пока Что Не Видно Переливов Они Будут Чуть Позже Но Пожалуй Я Предпочла Б Наносить Его На Базу Он Все Равно Немного Летит Все Равно Его Нужно Будет Дон Сваивать До Определенного Момента Довожу Прям До Давайте Я Сейчас Попробую Взять Рублев ФО08 И Наслоить Этот Оттенок Ею Если Не Получится Наслоить До того Стояния Которое Мне Понравится Придется Наслаивать Пальцы Прям Такой Реально Получился Осенний Осенний С нотками Лета Я Бо Сказала Так Еще Немного Донаслаиваю Так Ну В принципе Немного Растягиваю Наверх Но В принципе Вот Короче Нужно Снимать Объектив Ладно Сейчас Донанесу И Сниму Объектив Чтобы Показать Вам Как Это Вообще Выглядит Так Второй Глаз Понятное дело Я наношу На базу Поэтому На палитру Я наношу Базу Беру Кисточку Приношу Базу На глаз Я Наношу Буквально Немного Для того Чтобы Просто Было За что Схватиться А сейчас С этим Макияжем Знаете Что я пойду Делать База Разъедает Матовые тени Не люблю Такое Ничего Поделать Не могу Я пойду Забирать Посылочку От Нуаш Там Еще Будут Новиночки Интересности И Вот Сколько Я успею До 11 Числа Макияжа Снять Столько Я Смонтирую И Выложу Первую Часть Буду Выкладывать Вам По частям Даже Если Там Будет Всего Два Макияжа Я Буду Выкладывать Это Вам Смотрите Как Он Хорошо Сейчас Полируется Вам Ничего Не Видно Да Тупану Я С Этим Объективом Сейчас Я Сниму Так Я Сняла Объектив И Немного Подубавила Свет Но Честно Мне Хочется Еще Наслаивать Эту Сияшку Мне Ее Катастрофически Не Хватает Пожалуй Я Сейчас Приду Дотушу Эту Часть И Все Таки Попробую Нанести Пальцем Набираю На Палец И Бахаю По Полной Появилось Мне Сейчас Желание Ближе К внутреннему Уголку Добавить Еще Зеленцы Мне Кажется Прямо Максимум Который Я Могу Ожидать От Оттенка Он По Себе Так Вы Знаете Полупрозрачный Поэтому Так У Меня Есть Вот Этот Вот Он Зелено Синий Насколько Сюда Будет Зеленца Вообще Непонятно Но У меня Есть Вот Такие Вот Их Хайлайтеры Которые Я Тоже Хотела Задействовать В этом Макияже Здесь Вот Есть Вот Этот Нижний Оттенок Попробую Нет Так Я взяла Оттенок Д05 Здесь Есть Зеленый Небольшой Такой Блик И Вот Пожалуй Я Его Добавлю Немножечко Во Внутренний Уголок Точнее Ближе К Внутреннему Уголку Набираю На кисточку Виктория Эспро 37 Такая Маленькая И Добавляю Его Вот Прям Сюда Вот Завела Я его Далековато Не хотела Я так Делать И Немножечко Распределяю Его Наверх Сейчас Придется Сюда Наносить Матовое Главное На втором Глазу Не Сделать Такую Же Ошибку Не Опустить Его Слишком Низко Но Этот Оттенок Он Не Выглядит Каким-то Самостоятельным Не Выглядит Даже Как Украшалка Он Просто Дает Такой Небольшой Бликовый Переход К Нашему Матовому Мне кажется Симпатично По крайней мере Это симпатично Так Возьму Оттенок Брайт И Немножечко Перекрою Вот здесь Сияшку Матовым Замечательно Сияшка Матовым Прикрывается Все Этим Матовым Прикрывается Вот просто Матовый Огонь Так Ну и что Я вам могу Сказать Мне нужно Оформить Глаза Поэтому Не буду Я вас Сейчас Держать Рядом С собой Пойду Оформлю Глаза Кстати Возможно Сюда Есть Смысл Взять Вот Эту Подводку От Нуаж Давайте Я сейчас Попробую Просто Немного Нанести Чтобы Понять Хватит Ли мне Ее Да Вполне Хватает Поэтому Буду Наносить Ее Я Поняла Для себя Одно Так Я Прорисовала Сейчас Остатками Вот этой Подводки Межлесничку Я Поняла Для себя Одно Я могу Планировать Макияж С вечера Сколько Угодно Я все равно Приду И сделаю Все по Другому Ну Вот так Вот это Происходит Я Уже В предыдущих Своих Видео Показывала Подводку Говорила Что Она Мне Очень Нравится Ее Очень Легко Рисовать Очень Классный Кончик Мягкий Такой Держится Она Потрясающе Кстати У меня Все блестки Посыпались Рисует Она Мягко Легко Мне Прямо Очень Нравится С ней Работать У меня С черной Возникли Проблемы Возможно Мне Не повезло Немного Именно С самой Подводкой Потому Что По идее Она Должна Быть Такая Ж По Формуле Как И Эта Ну Это Прям Очень Короче Вот Эту Подводку Я Обожаю Надеюсь Она Никуда Не Исчезнет Не Поменяется Производство И Она Будет Меня Еще Очень Долго Радовать Потому Что Найти Такой Оттенок Очень Сложно Особенно Вот С Таким Вот Кончик Ну По Крайней Мере До Этого Я Такой Не Находила Да Но Если Отушевать Еще Не До Конца Разучилась То Вот Делать Стрелки Разучилась Окончательно И Бесповоротно Чего То Не Хватает На Нижнем Веке Давайте Я Сейчас Нанесу Карандаш От Калейдос В Оттеночке L02 Нижнюю Слизистую Тоже Уже У Мне Давно Мне Кажется Очень Скоро Он перестанет Вообще Рисовать Он уже Засохнет Поэтому Нужно Будет В ней Обновить Я Очень Жду Мультихромные Карандашики Дуахромные От Нуаж Мне Очень Интересно Как Они Будут Себе Вести Не Знаю Мне Нравится В Нижней Слизистой Именно Такие Металлические Карандашики Мне Кажется Это Придает Какой-то Свежести Взгляду Иногда Понятное Дело Под Какой-то Другой Макияж Хочется Прям Сделать Их Матовыми Так Ну Давайте Я Сейчас Попробую Все-таки На свой Страх И риск Прорисовать Внутреннюю Стрелку Потому Что Мне Ее Прям Здесь Катастрофически Не Хватает Мне Кстати Знаете Что Вот Сейчас Напомнил Этот Макияж Грифона От Тами Таноки Мне Кажется Я Что-то Похожее Делала Ровно С Этой Палеткой Получилось Это Все Неплохо Я Вся Блещу Я На каком Моменте У меня Отключился Звук Сейчас Он вроде Быть После того К собаке Поиграл С моим Микрофоном Сами Понимаете Начались Приколы Видимо Не получится У меня Не поменять Сейчас Микрофон В ближайшее Время Немножечко Дорабатывая Нижнее Веко Добавляю Крас Добавляю Оранжевый Желтый Туда Чтобы Он Как-то Больше Играл Так И вот Сейчас Мне хочется Еще Вот Капельку Сюда На слоите Оттеночко Брайт Вот Именно В самый 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 Уголочек Вот Так Вроде Бы Получилось Все В палетку Я Откладываю Теперь Мы Делаем Контуринг Я Уже Тоже Показывала Контуринг От Нуаш В каком-то Своем Видео Но Сейчас Я Сразу же Наношу Со стирка Потому что Мне так Просто Проще Не люблю Я Заморачиваться Разрабатывать Через руку У меня Не столько Времени На это Поэтому Он Так Замечательно Мне кажется Работает Сейчас Я загорела Поэтому Оттенок Мне Все-таки Светловат Видите Немножечко Теряется Я В любом Случа Сейчас Буду Закреплять Его Матовыми Поэтому Как Подложечка На которую У нас Все Ложится Меня Вполне Устраивает Очень Было Бы Интересно Вот Ну аж Еще Какие-нибудь Матовые Контуринги Матовые Румяна Это я очень Люблю Бронзеры Ну вот сюда Знаете Что я хочу Я хочу Не прям Контур Я хочу Взять Бронзер Тоже От Анарсли Где Он у меня Медиум Дип Вот этот Вот Самый Темный Давайте Я его Попробую Давайте Вначале Я Медиум Попробую Если Он Будет Вот Так Вот Он Выглядит Если Его Будет Маловато Тогда Возьму Другой Возьму Кисточку От Глэмшоп Джи Би 0 4 Наберу На нее Этот Бронзер И Начну Потихоньку Его Наслаивать Нет Мне Кажется Он Прям Сюда Отлично Вписался Хороший Контур Мне Нравится Как Он Выглядит Возможно Я Выбрала Темноватый Для себя Оттенок Но У меня Там Есть Посветлее И Я Сейчас В принципе Могу Немножечко Их Стушевать Чуть Светлее И Чуть Темнее Оттенки Эта идея Должна Получиться Достаточно Красиво Только Вот Какой Light Или Fair Light Или Fair Давайте Light Я Все Таки Возьму Light И Пожалуй Наносить Я Буду Давайте Этой же Кистью Я Его Наберу Немножечко Чуть Полегче Конечно Наношу Но Тоже Достаточно Активно Не знаю Заметно Незаметно Что я Сделала Будем Думать Что Заметно Но Я же Сделала Значит Заметно Так Румян У меня Подходящих Сюда Нет Я Не особо Вообще Их Люблю Это Бывает Крайне Ред Когда Мне Хочется Румяна Нанести Хоть Я Собой Взяла Красный От Шегла Мне Кажется Тоже Будет Перебор Так Что Я Сюда Хочу Я Хочу Сюда Нанести Хайлайтер И Сейчас Подумаю Какой Так Это У нас Первый Это У нас Второй Какой-то Из них Более Зеленый Вот Этот Я Пожалуй Сюда Сейчас И Нанесу Так Я Набираю Их На Палец Кстати Вот этот Оттенок Т-103 Можно Было Нанести В качестве Хайлайтера Но Я Хочу Попробовать Хайлайтер Поэтому Немного Сняла Излишки И Наношу Его Пальцем Какая Ростик Блесток По-моему Мне все равно Идет Пересвет Я слишком Близко Свет Поставила Я еще не отошла От своего Проекта Немного Еще Все не так Все не туда И все Не затем Надеюсь На Монтаже Я пойму Что я зря Паниковала И там все хорошо Ладно Я сейчас все равно Буду делать Свет Меньше Основной Добавляю Другие Источники Так что Нормально Все будет Так И пожалуй Еще этот же Хайлайтер Я хочу Нанести Под бровь Возьму Вот такую Кисточку От НОАЖ И вот Прям Ею Прям Под Самые Брови Я хочу Пройтись Я взяла Какой-то Самый Верхний Оттеночек Из всех Не выделяла Какой-то Один Вон Там По-моему Какой-то Желто-розовый Вот Прям Этим Оттеночком Я Заполировываю Очень удобная Кстати Кисточка Для этих Дел Так Ладно Доформляю Глаза Оформляю Губы Возвращаюсь Мне кажется Макияж Получился Просто Потрясающим Несмотря на все Сложности Давайте посмотрим На переливы Я Очень Правильный Выбор Сделала На этой Сияшке Чтобы Посмотрите Вообще Что Творится Посмотрите Какая красота Посмотрите Как Хайлайтер Тоже Играет На свету Вообще Просто Весь макияж Получился Прям Бомба Несмотря На все Сложности С матовыми В остальном Мне Прям Очень Понравилось Так Чем Я Доделывала Свой Макияж Тушь У меня Отрат Я Сейчас Здесь Не найду Нигде Карандаш У меня На губах Дофиг его Знать Что это за Компания Не видно Возможно Это Дарлинг Я Могу Ошибаться Я Реально Не вижу Здесь Название А Это Катрис Карандаш От Катрис Это Плампинг Лип Лайнер Что это Значит Это Значит Что Когда Я Нанесла У меня Было Легкое Покалывание На губах Не знаю Что Это Мне Даст В итоге Но Мне Кажется Я Не Особо На Это Реагирую Ну Да Есть Там Ощущение И Я Тоже Плампинг Нанесла От Глэм Шоп Вот Такой Просто Прозораченный Блеск Мне В комментариях Как вам Макияж А я Пошла Вам Показывать Его Вблизи И В разных Освещениях Сегодня Я Постараюсь Сделать Еще Несколько Включений Чтобы Показать Вам Как Держатся Сияшки В течение Дня Если Я Еще Помню Здесь У нас Без Базы А Здесь Базы Главное Не Забыть Если Что Вы В Комментариях Потом Поправьте Ну Что Погнали Смотреть На красоту Вблизи Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, 8,5 часов моему макияжу. В принципе, сияшка немного закаталась в складочки, но выглядит достаточно хорошо. То есть я не могу сказать, что прям какие-то нюансы я вижу в своем макияже. Да, лицо заблестело, помада уже съелась, но сияшка меня даже радует. Вот честно, невооруженным взглядом я бы в жизни не поняла, что у меня там что-то куда-то закаталось. Сейчас попробую еще найти какое-нибудь другое освещение, где будет более ярко видно все мои закатки. Посмотрите, как сверкает красиво. Мне очень нравится сегодняшний макияж, прям блестит, блестит, блестит. Ну что, макияж 13 часов. В принципе, я каких-то вот сильных поползновений не вижу. Я даже не вижу, чтобы они вообще хоть как-то скатались, хоть куда-то. Поэтому могу сказать, что очень круто держатся. Все тени на месте, матовые на месте. Несмотря на все сложности с нанесением, продержались они отлично. Но и сияшка тоже потрясающе продержалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну давайте приступим ко второму макияжу. И мне тут пришли две прям совсем новиночки. Вот такие два оттенка. Я думаю, что вот с ними мы и сделаем вот сейчас макияж. Для него я взяла палетку Oasis от Clarity Cosmetics. Вот так вот она выглядит. Если вы помните, на сводчах у меня она очень много вопросов вызвала. И мне очень интересно сделать с ней макияж. И мне очень интересно сделать с ней макияж. Посмотреть, как она будет работать. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу нанести тон. Но тон я буду наносить Виктории Станевич. Так как у меня, к сожалению, от Нуаш еще нет ничего. Давайте я нанесу тон от Виктория Станевич. В комплекте к этому тону шел вот такой вот спонж. Я надеюсь, что тон мне сейчас не будет очень темный. Я еще больше загорела. Но в крайнем случае я просто консилером высветлю какие-либо зоны. Спонж очень мягкий. Прям чересчур мягкий. Мне такое не очень нравится. Нет, давайте все-таки пару капель светлого сюда добавлю. Потому что как-то прям очень темный получился. Да, я смешиваю прям на себе. Не хочу сейчас через палитру. Ну, да, перекрытие есть. Мне кажется, оно ближе к легкому. Легко-среднее. Вот так бы я сказала, наверное. Я все-таки люблю, когда перекрытие побольше. Сейчас посмотрим, что у нас будет вот здесь. Видите, здесь у меня такие прям красные точечки. Вроде бы там ложится неплохо. Перекрывает хорошо. Надеюсь, очень надеюсь, что он не окислится. Потому что это будет очень даже грустно. Мне бы не хотелось. Давайте я все-таки еще немножечко добавлю светлого вот сюда вот капельку. Сюда капельку. Сюда и на подбородок. Наверное, можно чуть-чуть на нос. Вот так вот. Просто, чтобы немного подсмешать и подвыслить эти места. Потому что они получились прям очень уж темными. Неплохой тон. Он, кстати, практически не ощущается на коже. Я надеюсь, что он продержится достаточно долго. Иначе это будет грустно. Спонж вот этот вот очень мягкий. Во-первых, он белый. Во-вторых, он слишком уж мягкий. Я его практически не ощущаю. Так. Консилер я нанесу от Дол. В последнее время он у меня здесь лежит на столе. Поэтому мне с ним достаточно удобно. Не хочу идти ни за каким другим. Продолжим тестировать этот же консилер. Немного нанесу под бровь. Навека я не буду сейчас его наносить. Причина того, что я туда хочу нанести базу от Нуаш. Вот так вот выглядит кожа. В принципе, выглядит все очень даже неплохо. Будет ли он фиксироваться? Я уверена, что нет. Нам с вами дали карандашик для бровей на тест. И я сейчас предлагаю как раз таки его и протестировать. Здесь вот сзади есть вот такая вот щеточка. Я вчера сходила на ламинирование бровей. Теперь довольная, что это можно легко теперь укладывать. Здесь вот такой вот грейфель. Ну и давайте начнем его по чуть-чуть наносить. Цвет мне подходит. Это прям радует. Рисует, кстати, карандашик хорошо. Достаточно грифель и мягкий, и достаточно твердый. То есть он такой вот средний. И позволяет прорисовать то, что мне нужно. Так как продукт новый для меня, я стараюсь прям вначале очень аккуратно его наносить. И потом уже буду его лучше донаслаивать. Пожалуй, здесь нужно было вначале припудрить, прежде чем рисовать. Давайте я сейчас второе основание прорисую, потом припудримся. Кстати, я вчера долго смеялась, когда мастер по бровям купился на разную форму моих бровей. Одну бровь прорисовала по одному, вторую по другому. Я просто смотрю и думаю, ну вот серьезно, ну вот посмотри, ты не видишь разницы? Ну, прорисовывать это достаточно сложно уже было, поэтому я забила и поняла, что к этому мастеру я больше не приду. Бровки прорисованы. Давайте я все-таки сразу же припудрюсь, потому что мне... Я сейчас понимаю, что я просто буду стирать тон, если я его сейчас не зафиксирую. Пудра у меня от Нуаж. Вот видите, что тут происходит? Рукой пару раз дотронулась и все. Хорошенько фиксирую под глазами. На лбу сейчас вот попробую еще прорисовать начало брови. Этим же карандашиком, только уже по пудре. Должно получиться получше. Пудра отлично фиксирует тон. Видите, тон такой прям сияющий, как будто бы, несмотря на все мои ухищрения с пудрой, тон сияющий. Но выглядит на самом деле очень даже красиво вся эта история. Так, сейчас я хочу немного прорисовать начало брови. Ну да, ему намного проще рисовать по пудре, чем по тону. Ну это логично вполне себе. Не надо усложнять продуктом и так нелегкую жизнь. А теперь я возьму вот такую вот, вот эту вот базу от Нуаш. Нанесу на свой любимый коврик. Я, кстати, поняла, что мне так нравится использовать коврик вместо палитры. Давайте я сейчас выберу кисточку для этой базы. Давайте я вот такую вот возьму. Я не знаю, что это за кисточка, но в принципе она должна мне подойти. Наношу эту базу на кисточку и начинаю по чуть-чуть распределять. Я так понимаю, что это такая же история, как у Пилуиз. То есть достаточно универсальный продукт. Посмотрим, насколько он фиксируется. Здесь на самом деле написано база. Да, по-моему, это не универсальная. Это вот именно база под тени. Посмотрим, насколько стойко будет на ней держаться тени. Для меня это прям достаточно критичная история. Потому что... Ну, кстати, вот вы видели в предыдущем макияже, как долго продержался оттенок Т106. База мне сейчас нравится, как она наносится, распределяется замечательно. Видите, какая пигментация, как все замечательно прикрылось. И, по идее, на нее должны очень хорошо наслаиваться тени. Я вначале думала смешать немного. Вначале глаза нанести белую базу, потом подсмешать. Но в итоге решила немного не заморачиваться над этим сейчас. Потому что времени у меня достаточно мало, как обычно. Поэтому поэкспериментируем с такими вот приходами чуть попозже. Белую базу в любом случае обязательно еще нанесем. Посмотрим, что она из себя представляет. Я, кстати, набираю базы совсем по чуть-чуть. То есть я не набираю на кисть много. То есть совсем чуть-чуть распределяю. И вот у нас с вами уже все хорошо. Пока что база мне очень даже нравится. Итак, посмотрим, что у нас с вами здесь есть. Пожалуй, я начну с вот этого вот оттенка. И попробую им сделать тушевочку. Я возьму кисточку Шик 09. Мне очень интересно, как будут эти тени себя вести. Потому что на сводчах они себя вели так себе. Еще и замыливались рефилы очень сильно. И поэтому мне очень интересно, получится ли у меня сегодня сделать этой палеткой макияж. Так, я набираю. Я вначале немного вработала в кисть. И сейчас понимаю, что это была глупость. Потому что как-то что-то не так. Я вот стараюсь сейчас набирать где-нибудь с уголка, где не ступал мой палец. Ага, все, вот. Нужно с уголки. Нужно потом снять этот слой, который у меня был. Симпатичный оттенок. Очень миленько смотрится. Я буду делать свою стандартную схему тушевки. Да, я уверена, что половине здесь это уже надоело. Но когда делаешь быстрый макияж, нужно делать то, что ты знаешь. А это то, что я знаю. Слушайте, красивый оттенок. Интересно, как он будет сейчас сочетаться с моими рыжими волосами. Но вот пока что мне очень нравится оттеночек. И как работают тени тоже нравятся. На удивление. Так, дальше я, пожалуй, хочу взять вот этот вот оттенок. Возьму кисточку Manly Pro 3. Свою любимку. Так, да, все правильно я набрала. Как-то набрала очень много. Посмотрите на эту пигментацию. Сейчас стараюсь прям вот практически не прикасаться. Прям вот легко-легко, чтобы не напятнить. Так, давайте я сейчас возьму кисточку Рефер 14. И немного ею чистой просто кистью я это все потушую. Ну, выглядит неплохо. Но, если честно, не очень хорошо подсмешались между собой оттенки. Немного заведу на нижнее веко, но заведу я кисточкой Manly Pro 4 вот этой вот. Мне кажется, я разучилась все-таки краситься. Судя по тому, что у меня было с предыдущим макияжем. То, что мне красные не зашли. Не то, что не зашли. Было сложно тенями этим пользоваться. Матовыми. И вот у меня есть впечатление, что вопрос не в тенях, а вопрос в том, что я разучилась. Так, здесь нужно наслаивать. Я совсем по чуть-чуть набираю и наслаиваю туда, куда мне надо. Я в любом случае буду еще затемнять. Обязательно. Хотя, в принципе, и так достаточно уже неплохо выглядит. Так, хочу взять... Ох, смотрите, какая я красотка. Так, я очень надеюсь, что там все было нормально со звуком. Потому что он мне сейчас написал какое-то сообщение техническое, но мне не понравилось. Я надеюсь, что у меня звук не цеплялся сейчас с наушников. Не цеплялся все-таки с микрофонов. Нужно все-таки себе проучить, проверять. Так, я немножечко набрала на кисточку Монлипро третью, набрала предыдущий светлый оттеночек и хочу немножечко подтушевать границы. Чтобы у нас с вами все-таки на протяжении всего макияжа была мягенькая, ровненькая тушевочка. Правда ведь? Уже с вами к этому стремимся. Ох, если бы вы знали, как мне хочется вот просто сесть, просто покайфовать. Медленно краситься, спокойно. Так, какой я хочу сюда матовый, темный. Либо вот этот вот, либо вот этот вот. Ну вот, если честно, сюда мне хочется синий. Нет. Давайте все-таки вот этим вот я затемнюсь. Беру также Монлипро четвертую кисточку. Набираю на нее и начинаю затемнять уголочек. Не хочу прям в темноту уходить, а синий даст прям сильное затемнение. Хотя, мне кажется, он сюда бы, он здесь играл бы просто потрясающе. Этот синий оттенок. То есть подозрение, что я сейчас... И его тоже сюда добавлю. Давайте я сейчас, кстати, нанесу на второй глаз. Я о нем забыла. Ну вот, на второй глаз мне всегда уже чуть легче наносить, потому что я уже знаю, чего ожидать. Знаю, что получается. Поэтому на второй глаз как-то всегда поспокойнее. На самом деле, получается достаточно быстро делать этот макияжик. Не могу сказать, что у меня прям какие-то особые технические сложности возникают. Достаточно быстро все. Раз-раз нанесли, и все хорошо. Так, теперь завожу темный оттенок на этот же глаз. Пожалуй, я сейчас все-таки схожу, посмотрю в синий. Есть у меня такое желание. Еще немного углубиться с синим. Он должен дать интересную игру оттенков. В принципе, вот и сейчас достаточно неплохо это смотрится. Но возьму еще одну Manly Pro 4. Наберу вот этот вот оттенок. Так, да, все-таки вот этот бренд, он плохо на сводчих себя ведет. Но при этом на веках вы видите, что все достаточно хорошо. Да, он прям хорошо сюда вписался. Он неплохо все это углубил. Немного еще подвыведу форму. Да, этот синий, он прям дал ту глубину, которой мне не хватало. Немного заведу еще на нижние века. Такой многослойный пирожок. Немного хочу вот здесь добавить. Я не набираю оттенка, просто вот здесь подсмешиваю между собой все. Как-то оно ушло прям наверх сильно. Разные глаза, разная форма. Правильно, правильно. Пакияж по факту получается достаточно быстрый. Если вот не залипать на своих доведениях до идеала. Так, наберу самый светлый оттеночек, немножечко еще на кисть. И просто пройдусь по всем стыкам оттенков. Надо уводить зеленый в кожу. Говорили они. Ирина, которая этого не делает. Ну не хочу его уводить зеленый в кожу. Мне в принципе и так очень даже нравится. Ну что, пришло время сияшки. И у нас с вами сегодня главный герой. Это С03 оттенок. Ну и давайте по традиции на один глаз наносим. А, я еще знаете, что хочу взять? Я хочу взять кисточку. И просто немножечко вот переход до серединки довести. Чтобы просто был мягенький. Чтобы не было рваных переходов. Просто вот дотушевываю немножечко. Всю эту историю. Я очень рада, что я все-таки сегодня попробовала эту палетку. Мне очень интересно. Так, ну знаете, что я могу сказать? База должна была уже зафиксироваться. Поэтому возьму кисточку Виктория Станевич 108. И попробую. Нет. Нет. Простите, я не буду сейчас этого делать. Будем тестировать на базе Клепач Про. Потому что я не хочу портить макияж. Мне очень нравится то, что сейчас получается. Я очень не хочу осапашек. Поэтому простите, пожалуйста, но я нанесу все-таки Клепач Про. Я люблю наносить сияшки на базу. Все. Я уверена, что у кого нормальные веки, у них и так все будет держаться. Им не нужна база. Но это не про меня. Хотя 13 часов продержаться на моем веке. Это, честно, рекорд. Такого у меня еще не было. Кисточку Виктория Станевич 108 эти тени не очень любят. Поэтому я возьму FO10Y от Рублев. И буду наносить ею. Ну да, это чуточку получше. Здесь такая же, понимаете, голубая база. С какими-то розовыми блесточками. И я поняла, что вот в этот макияж эти розовые блесточки. Это прям то, что надо. Прям такая русалочья история. Через зеркало посмотрим. Пока что плохо видны переливы. Вот видите, зелененький видно. Розовинку видно. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Я даже сказала, очень даже хорошо. Так. И я хочу FD26 нанести во внутренний уголок. Он такой беленький с розовым бликом. Возьму шик 12 кисточку и без базы нанесу этот оттеночек во внутренний уголочек. Красивый тоже очень оттенок. Я бы сказала, очень даже необычный. То есть он вроде бы и серебристый, но есть вот эта вот интересная розовинка, которая меня прям просто завораживает. Если бы он был еще вот чуть более гладкий, это бы вообще ему не было цены. Это были прям не отдельные блесточки, а такой гладенький оттеночек. Я бы тогда его любила бы еще больше. Так. Наслаиваю. Немножечко распределяю наверх. Так. Ну и по нижнему веку, может быть, добавить вот этого вот оттеночка. Я сейчас возьму кисточку рублев 206 и немножечко добавлю по нижнему веку этих блесточек. Возьму-ка я Каял от Нуаш. Это вот продукт на тест. И нанесу его на верхнее слизистое. Вчера, когда я вот снимала распаковку и сводчила его, достаточно бодро он держался на веке, вернее, на руке. И не очень-то он хотел оттуда уходить. И для Каяла это большой плюс. Мягенький, приятненький, хорошо рисует. Комфортно. Вот мне на самом деле очень комфортно вот такой вот размер. Потому что то, что вот оно автоматически, его не нужно дорабатывать каждый раз. Так. И у нас с вами есть еще вот такая вот подводка. Она черная. У нее очень тоненькая, тонюсенькая кисточка. Рисует подводка замечательно. Ну, я смогу со стрелками накосячить и с такой подводкой. Вы не переживайте. Мне не нужны особые навыки, чтобы косячить со стрелками. Рисует потрясающе. Просто вот сейчас, если она сможет перекрыть сияшку, то все, это прям любимка, топчик. Я люблю вот такие вот тонюсенькие. По-моему, подводка Скорпио была у Стеллари. Вот примерно такая же кисточка. Мне кажется, сейчас подводки научились делать уже все. Так как продукт новый, я не буду прорисовывать внутренний уголок пока что. Посмотрим, когда будет держаться в течение дня. А уже потом я буду рисковать наносить ее на внутренний уголочек. Слушайте, на стрелке на самом деле очень легко ее прорисовывать. Единственное, что вот здесь, там, где у меня была сияшка, там, где я рисовала по сияшке, ай, вряд ли я смогу это стереть, если честно. Поэтому давайте я попробую туда вот прям перекрыть это максимально сияшкой. Беру сияшку и прям вот это вот место. А, почти. Ну, так себе, конечно. Ну, я ее не сотру. Если она стойкая, то я сейчас просто испорчу весь макияж. Испортить макияж я найду способ всегда. Но, в принципе, посмотрите, как красиво получилось. У меня какой-то непонятный насморк. У меня, видите, весь нос уже стерт. Что у нас с вами еще есть? У нас с вами есть еще вот такие вот румяшки. Хоть я уже и нанесла пудру, давайте все-таки попробуем чуть-чуть их нанести. Я, пожалуй, это буду делать через руку, чтобы просто не напятнить. Я наношу их на руку. Тут есть, кстати, кисточка. Вот такая вот. Я вырабатываю в эту кисточку румяшки. И давайте немножечко нанесу. И буду розовой свинкой Пеппой. Наносится хорошо. Кстати, абсолютно не разъедают ни тон, ни пудру. Все замечательно. На удивление прям все хорошо. Все, я думаю, с меня хватит румяшек. Такая прям морфуша. Коррекцию я сейчас сделаю за кадром. Нанесу за кадром я еще, пожалуй, тушь. И вернусь к вам. Будем с вами наносить блеск от Нуаш. Так, ну что. Я на губы уже нанесла карандашик от Catrice в оттеночке 0,40. И сейчас у нас с вами есть вот такой вот блеск от Нуаш, который мы с вами тоже сейчас протестируем. У него есть очень мелкие такие блесточки. Посмотрите, какой он пигментированный. Распределяется достаточно хорошо, но оставляет немного полоски. То есть он такой липкий. Поэтому если у вас длинные волосы и вы наносите этот блеск, то обязательно убирайте волосы. Цвет мне блеска очень нравится. На губах ощущается приятно, но липковато. Не нужно привыкнуть. И хочу еще вот этот же оттенок, это у нас FD26, нанести в качестве хайлайтер. Я буквально капельку набираю на руку, немножечко снимаю излишки и хочу его нанести. Ну, как красиво. Ну, как обычно, мой дневной макияж очень похож на вечерний, и мне это нравится. Вот тут недавно я же редко крашусь, успеваю краситься. И вот я пришла в компанию к знакомым, которые меня привыкли видеть без макияжа. Они такие, а что у тебя сегодня? Я говорю, ничего, просто время было накраситься. Такие, ну это же вечерний макияж. Я говорю, для меня дневной. Такие, как это дневной? Люблю такие комментарии. Я люблю вот такие вот яркие макияжи реально на каждый день. Ну, почему бы и нет? Если ты просыпаешься с хорошим настроением, тебе хочется, чтобы все люди вокруг знали, что у тебя хорошее настроение, то почему бы себя не порадовать ярким и красивым макияжем? Слушайте, ну красиво. Но мне прям очень нравится. А как вам? Короче, мне кажется, что меня просто прокляли. Представляете, я сейчас чуть на всю свою косметику, которую мне на столе, не разлила воду. Смотрите, как красиво приливается хорошее, как красиво приливаются глазки. Ну, красиво же, согласитесь. Короче, пойдемте с вами тестировать на стойкость это все и посмотрим, какой у нас с вами макияж будет в конце дня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но, к сожалению, это практически норма. Вот, во всем остальном макияж продержался хорошо. Блеск не очень стойкий, но не все блески должны быть стойкими. Вот, если вы не едите, то все у вас останется хорошо на губах, но если вы поедите, то придется его все-таки обновлять. То же самое с карандашом. Что я могу сказать по тону? Ну, вы сами видите, что в некоторых местах он просто исчез. Здесь он исчез, здесь... Ну, учитывая, что у меня постоянно какие-то аллергические реакции, я все время тру свой нос. Поэтому практически норма. Я еще немножечко похожу с макияжем и, скорее всего, вам покажу еще перед сменятием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что нас с вами сегодня ждет? Мы с вами сегодня рассмотрим матовые от Nuage. Вот такие вот у нас есть с вами однушки. У меня их 12 штук. И сегодня мы с вами сделаем какой-нибудь макияжик именно с ними. Посмотрим, изучим их. Давайте я вам сразу расскажу про нюансы упаковки. К сожалению, при производстве была допущена ошибка. А, здесь, кстати, еще вынимается. Короче, я так понимаю, что несколько оттенков вынимаются. То есть два, это, скорее всего, с какой-то другой партией, более старой. А вот в новой, к сожалению, они не вынимаются. И они даже, к сожалению, не магнитные. То есть была допущена ошибка при производстве. И, к сожалению, это партия без магнитных рефилов. Поэтому имейте это в виду, когда будете и заказывать. Давайте сделаем сейчас быстренький макияж. У меня на глазах нанесена вот эта вот база, которую мы с вами тестировали вчера. Я решила сегодня еще раз ее протестировать. Если вот я смотрю, она у меня сегодня, я ее, видимо, нанесла чуть более плотным слоем. И она прям немножечко начала кататься в складочке. Ну, кстати, мне кажется, она все-таки фиксируется немного. Я вот сейчас разровняю ее. И сейчас посмотрим. Ну, вот мне кажется, она все-таки немного нафиксируется. Ну и давайте приступим. Я возьму для начала оттенок. Я вот единственное, что думаю, либо мне сделать такой похолоднее макияжик, либо сделать с розовинкой. Давайте я все-таки сделаю сегодня потеплее, потому что, ну, вот хочется мне так. Здесь есть несколько оттенков, которые, ну, вот в принципе, ну, вот сейчас на камере они практически одинаковые. В жизни я вижу, что они совершенно, ну, как бы совсем не одинаковые. М4 и М5. Я думаю, что вот для мягкой тушевки вот эти вот оттенки прям подойдут идеально. Для начала я возьму оттеночек М6. Вот такой вот. И давайте начнем тушевку именно с него. Возьму кисточку Шик 09. И начну его просто наносить для больше закрепления базы на неподвижном веке. Видите, он практически незаметен на моей коже конкретно. Вот. Но именно вот как переходный такой для мягкой тушевки, мне кажется, он вполне себе заходит. Нанесу также на нижнее веко. Одна волосинка решила куда-то убежать. Они наслаиваются. Наслаиваются неплохо. Ну вот, кстати, первый тычок дает совсем легкую. Легкое нанесение. А вот второй, вот вы видите, все-таки цвет уже появляется немного. Но у меня сейчас загоревшая кожа, поэтому вполне нормально, что на мне некоторые оттенки практически не будут видны. Ну и сейчас зато мы с вами сможем сделать прям такую мягенькую тушевочку. Ну вот, если честно, мне очень нравится работать. Я, кстати, пальцем я их еще не тыкала. Ой, они такие, знаете, прям приятные. Они пылят. Вот я сейчас кисточкой их набираю. Нет, слушайте, хорошие тени мне нравятся. Они такие, знаете, не бархатистые, а какая-то другая у них текстура. Нечто среднее между бархатистыми и немного кремовыми, что ли. Вот не могу пока что подобрать прям правильное слово. Но очень приятная текстура, наносится хорошо. Кистью немного подразбиваются и все-таки немножечко пылят. Так, я вот смотрю сейчас на М5 и М4. Давайте я сейчас вначале нанесу оттенок М4. Для этого я возьму кисточку Manly Pro 3. Наберу на нее. Тоже подразбивается также оттенок немного и немножечко пылит. И нанесу дальше по складочке. Тоже хорошо распределяется. Смотрите, как он мягенько. Сейчас мы дойдем до темных оттенков. И я надеюсь, что у них будет точно такая же история. Они также будут хорошо и легко наноситься. Потому что мне сейчас нужно сделать очень быстро макияж. И этот макияж у меня должен на глазах продержаться очень долго. Потому что сегодня я улетаю в долгожданный отпуск. Целых 4 дня отпуска. В городе детства. Город Ухта. Люблю, знаете ли, вот так вот поездить по городам, где я когда-то жила. Ну и всего лишь там два, где я долго жила. Москва это третий. Но город Ухта прям у меня... Я там не была больше 25 лет. Вы представляете? Это же прям... Это очень интересный опыт. Так, и для затемнения я хочу взять оттенок М3. Так, какой потемнее М3? Нет, этот холодный прям. Давайте, да, я возьму оттенок М3. И посмотрю, возможно, я еще немного добавлю оттеночка М2. Но я не уверена. Вполне возможно, что оттенка М3 тоже разбивается кистью. Ну вот натуральными кистями достаточно часто все разбивается. Ну вот смотрите, как они распределяются. Легко, хорошо. Но если честно, пока что мне прям очень нравится работать ими. Когда разговаривали с основательницей бренда, она говорит, что они очень пигментированные, но это так. Ну, то есть вы видите, что пигментация достаточно хорошая. Нет, я все-таки немного здесь напятнила. Вот видите, здесь вот я поставила такое вот пятнышко. Хочу взять более мягкую кисточку. Возьму рефер 26-ю. Наберу на нее. И хочу форму все-таки ей немножечко подвывести. Вот, мы когда с ней общались, она сказала, что они созданы не для обычного использования, а больше для профессионального. Ну, то есть поэтому оттенки такие, возможно, для кого-то скучноватые. Для кого-то, кому-то хочется там в палетке красивые оттенки. Ну, мне кажется, очень интересно, когда можно такие вот базовые набрать ровно то, что тебе нужно. Потому что, ну, палетки это, конечно, классно, но базу тоже очень хочется иметь вот прям вот такую вот. Я надеюсь, что в перезапуске решится вопрос с... Возьму кисточку с оттенком М4. И не набирая, просто попробую их подсмешать, чтобы немного... Нет, все-таки... Видите, здесь прям четкая граница у меня получилась. Но попробуйте ее растушевать. Да, они больше, возможно, подойдут для тех, кому все-таки нужно для работы. Но учиться на этих тенях будет сложновато, честно скажу. То есть если это там первая косметика, то это будет сложновато. Потому что, ну, вот как я прорисовала в самом начале, да, оно пока что не очень хочется у меня растушевываться. Я вот пытаюсь это сделать, не набирая ничего нового на кисть, чтобы не напятнить еще больше. Ну, в принципе, неплохо. Немного есть осыпание. В принципе, неплохо. Даже, я бы сказала, хорошо. Нужно будет попробовать еще с другими оттенками поиграть. Но здесь нужно тоже посидеть, подумать и поискать подход. Оттенки красивые, оттенки базовые. Но поискать подход к ним все-таки придется немножечко. Давайте теперь на второй глаз я попробую нанести. Здесь у меня немного другая по текстуре кожа. И посмотрим, как они будут себя вести на ней. То есть у меня один глаз более молодой, другой более возрастной. Сейчас попробую прямо наносить совсем по чуть-чуть. Сразу же подтушевываю. Возможно, я там немножечко переборщила. Я подумала, что они будут мягче наноситься. И все-таки немножечко переборщила. Так, верну кисточку рефра 26. Давайте начну все-таки с нижней границы. Чтобы рисовать правильную направляющую. Наслаиваются они хорошо. Сами на себя. Но вот, если честно, с предыдущим оттенком они стушевываются не очень хорошо. То есть нужно посидеть, потушевать для того, чтобы у вас получилась прям мягкая граница. Не знаю, может, в последнее время что-то у меня и с Энерсли такая же история. Может быть, реально проблемы во мне. Вроде бы я умею в мягкую тушевку играть. Немного подвывожу форму. И хочу на втором глазу все-таки немного опустить уголочек внешний. Наберу немножечко оттенка. И все-таки попробуем его опустить. Да, к этим теням нужен подход однозначно. Нужно искать к ним подход. Возможно, для визажистов они более понятны будут. Но я, честно, не знаю, в чем разница между визажистами и обычными людьми. Потому что все хотят, чтобы все было одинаково. Мне кажется, запрос практически у всех один и тот же. Чтобы быстро, без заморочек, можно было все красиво растушевать. Чтобы оно тушевалось само. Но в принципе тушевка получилась мягкая, красивая. Я сейчас возьму кисточку SHIP-09 самым первым оттенком. И не набираю его, просто пройдусь по границам. Возможно, этой кистью, да, вот этой кистью, они намного лучше стушевываются. То есть работая мягкой кистью, вы получите более мягкую тушевку. Не будьте как... Хотя, в принципе, рефор, они тоже, они достаточно мягенькие уже. Но тушевка получилась красивая. Здесь у меня это не залипание. Это у меня... Хотя нет, залипание. Там у меня залипание. Поэтому я сейчас наберу еще раз оттеночек M3. И просто вот тут по самому краешку пройдусь. Потому что я сюда, видимо, не донанесла. Ну и посмотрим, как эти тени будут себя вести. Потому что их ждет и самолет, и долгий день интересный. Поэтому посмотрим. У них будет сегодня прям полноценный тест. Ну, в принципе, мне нравится, как получилась тушевка. А давайте возьмем с вами FD189 и во внутренний уголочек мы нанесем V02. Возможно, из этого получится что-то красивое. Наносить я буду в любом случае на базу. Беру Clipatch Pro. Потому что я просто не справлюсь без базы. Мои глаза не выдержат такого давления. Так, наношу базу. Сейчас проверим, насколько эта база разъедает эти матовые. Так, пока что я разъеданий никаких не вижу. Все хорошо наносится. Нет, чуть-чуть есть разъедание. Чуть-чуть база эта разъедает оттенок. Так, возьму Unicorn 304. Наберу на нее FD189. Набирается такими хлопушками. Возможно, я сделала глупость, конечно, что я взяла такой яркий оттенок. Но уже ничего не поделаешь. Я его постараюсь нанести прям так вот. Легонечко. Он все-таки больше как топпер идет. Наверное. Но вы посмотрите, какой у него зеркальный блеск. Потрясающе. Давайте я попробую его еще чуть-чуть пальцем. Он вот такой, знаете, прям шершавый-шершавый. Прямо отдельные блесточки. Наносите его только на базу. Пожалуйста, не наносите его без базы. У вас осыпятся абсолютно все блестки. На второй глаз я также буду наносить на базу. И я сразу же пальцем, пожалуй, попробую. Я сейчас набрала чуть больше базы. Потому что она у меня как-то очень быстро подсохла. И мне ее немножечко не хватило. Ее клейкости. Поэтому буду наносить прям сразу же пальцем. Давайте я еще раз остатки сюда принесу. Слушайте, на самом деле как вечерний макияж. Вот прям посмотрите, как он горит. Это просто нечто. Прямо реально такой зеркальный блеск. У него, я совсем забыла, что у него такая персиковая база. Ну, я пальцем себе уже поставила здесь. Но я это все уберу. Посмотрите, как пальцем он легко и быстро нанесся. Сейчас я немножечко все-таки поубираю лишнее. То, что я себе нанесла на нижнее веко. И да, я сюда хочу нанести вот этот вот во внутренний уголочек. Наносить этот оттенок я, пожалуй, буду без базы. Я возьму кисточку Paniroma My Passion 6. Наберу на нее и начну наносить во внутренний уголочек. Возможно, макияж получился немножечко простоватый. Хотя, вроде бы, очень даже симпатичный. Голубой базы практически не видно в этом оттенке. Здесь очень мелкие золотистые блесточки. Их очень много. Вот, поэтому голубую базу вы увидите в основном только на рефиле. Но когда нанесете, я очень хочу с этим оттенком сделать макияж чуть позже, чтобы он был в главной роли. Потому что он прям очень мне понравился на сводчах. Но во внутреннем уголочке он не раскроется настолько, насколько этого хочется. Мне кажется, неплохо. Но единственное, что я еще хочу сделать, я хочу донаслоить темный матовый. Еще раз возьму кисточку рефр 26-ю и прямо пройдусь вот тут по уголочку. Немного смешивая с сияшкой. Чтобы просто был чуть мягче, чуть ярче переход. Потому что я залезла базой на матовый. Кстати, здесь на втором глазу он прям плохо наносится на сияшку. Прям очень плохо. Ну, это логично. Не надо было туда залезать никакими... Надо было туда залезать с сияшкой и базой. Сама виновата. Немного протяну темный матовый еще по нижнему веку. И мне кажется, получилось очень даже интересно. Что нас с вами ждет дальше? Дальше я нанесу каял, тот же, который мы с вами в прошлый раз наносили. Кстати, каял мне понравился. Он вчера замечательно продержался целый день. Единственное, что в самом начале, пока он еще окончательно не застыл, он может отпечататься на нижнем веке. Поэтому даем ему застыть. И у нас с вами сегодня подводка в коричневом цвете. Как мы с вами вчера брали черную, точно такая же, только в коричневом цвете. На сияшке он рисует не очень хорошо. Но мы дадим первому стою зафиксироваться и потом нанесу его еще раз. Возможно, сюда все-таки лучше будет взять черную. Нет, коричневая сюда вполне себе хорошо вписалась. Рисует подводка хорошо, не засыхает во время нанесения. Я имею в виду, что на кончике остается подводка. Нет такого, что нужно дать ей прерыв, встряхнуть или еще что-то. Хороший оттеночек. Очень даже симпатичная. Так, на втором глазу нарисую в тишине. Стрелки у меня сегодня смотрят в разные стороны. Одна у меня, видимо, летит на юг. А вторая на работу. Не знаю, как по-другому это сказать. Я вот их постараюсь исправить ситуацию. Но получается не очень. Я нашла свой любимый N номер один и его нанесу на нижнюю слизистую. Такой интересный, нарядный макияж получился. Так, ну что, остальные продукты я сейчас нанесу за кадром и вернусь к вам, чтобы показать еще один блеск от данного бренда. И посмотрим с вами на финальный результат. А я вам все пытаюсь показать красоту, которая у меня на глазах. Не знаю, конечно, к чему эта персиковость у меня сейчас на глазах. Но, в принципе, в общем, выглядит макияж, по-моему, даже неплохо. Я закончила макияж глаз и макияж лица. На губах у меня карандашик опять от Catrice, такой же, как и в прошлые разы. И блеск от Anersley в оттеночке Predator. Ну, нравится он мне. А теперь я хочу взять оттенок V02 и нанести его в качестве хайлайтера. Я еле прикасаюсь к рефилу, набирая вот такое вот малюсенькое количество, немножечко вырабатываю в руку и буду наносить. Какой же он яркий. Ну и ладно. Меня не смущает такая яркость. Поэтому то же самое я делаю на второй щеке. Так, я все-таки немножечко подубрала яркость, просто пройдясь спонжиком. И сейчас наношу буквально по чуть-чуть под бровь. Ну и, в принципе, я думаю, все. Мне очень хочется еще чуть пониже нанести, но я очень боюсь набрать больше оттенка, чем нужно. Поэтому пытаюсь работать вот с теми остатками, которые у меня есть. Очень интересный опыт. Наносить яркие тени в качестве хайлайтера. Зато как красиво это выглядит. Ну что. Как вам этот макияж? Делитесь в комментариях. А я сейчас, пожалуй, закончу подсъемы. И буду с вами прощаться. В принципе, все, что нужно знать о тенях, да, о их работе, я рассказывала в течение видео. Поэтому итог такой. Мне сейчас очень нравится то, что я вижу. Мне очень нравится, как себя ведут тени. Мне очень нравится, как себя ведет бренд. Потому что они делают прям очень интересные штуки разные. Решила показать еще немножечко макияж в другом освещении. Что я могу сказать? Мне очень нравится то, что происходит у бренда. То, что они выпускают. И для тех, кто досмотрел это видео, у нас с вами есть уникальная возможность передать бренду свои пожелания. В своем Телеграм-канале я запущу опрос на тему того, какие продукты и какие оттенки вам интересны. И буду очень рада, если вы перейдете. Возможно, помимо Телеграма я постараюсь запустить опрос еще ВКонтакте и на Ютубе. Но в Телеграме это будет первый. Все остальное я там буду уже экспериментировать. Все остальное я буду экспериментировать и пытаться понять, как это работает. Поэтому, пожалуйста, заходите в мой Телеграм-канал. Даже если вы не подпишетесь, хотя бы просто ответите на опросы. Я думаю, это будет очень интересно и полезно бренду послушать ваши пожелания, рекомендации. Предположим, у вас есть любимый оттенок Клеоны. И вы бы хотели, чтобы у бренда был такой же аналог. Вы можете об этом написать. Вы можете прямо мне в комментариях присылать свочи, ссылки. Я думаю, это будет очень интересно. Очень интересный опыт и для бренда, и для нас с вами. Потому что к нам прислушиваются. Стараются для нас с вами сделать что-то очень интересное. То, что нам будет с вами полезно. Пока что все, что делает бренд, мне очень нравится. Те, кто уже подписан на меня в Телеграм-канале, видели последствия моей распаковки и неаккуратного обращения с продуктом. Я думаю, что вот такие вот моменты, они наоборот дают возможность для диалога. То есть это не из разряда. Притопчите пальчиком и все. А это реально, то есть у нас с бренда был диалог. Мы как бы общались на тему того, может быть, как-то улучшить упаковку. Но пока что не придумывали вариантов. Если у вас есть какие-либо наблюдения по упаковке для очень стойкого продукта, делитесь комментариями в комментариях. Потому что вот лучше я буду каждый раз иголочкой протыкать носик, чем у меня, как у небледной, просто засохнет через пару месяцев вообще весь продукт. Поэтому здесь всегда есть свои нюансы. И очень приятно, что бренд прислушивается и всегда идет на контакт. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, что было бы вам интересно, какие из оттенков. Я хочу отснять по 3-4 макияжа в видео. Я хочу отснять абсолютно весь, каждый оттенок. Потому что вот вы видите, что я, если честно, не думала, что будет так красиво. Ну вот серьезно вам скажу. Я думала, ну будет такая вот симпатичная сияшка-сверкалка. А тут оказывается такое. Я немножечко на такое не рассчитывала, что он будет такой яркой, такой красивой. Потому что я же не посмотрела свочи перед тем, как наносить, правильно? Я же молодец, как обычно. Сейчас мне немножечко не хватает матовых. То есть, наверное, стоило их до наслоить еще. Но я этого не сделала, потому что мне хотелось, чтобы макияж был такой достаточно легенький. Ну что, ладонько, делитесь в комментариях. Буду рада, если вы поделитесь своими макияжами в чате, в телеграм-канале или в ВК. Мне будет действительно очень приятно и очень интересно. Очень люблю смотреть ваши макияжи. Особенно, когда вы пишете, что ой, я вдохновилась. Это всегда очень приятно, поверьте мне. Подписывайтесь на мои каналы. Моя самая нелюбимая фраза, но ставьте лайки, если вам понравилось. И жду от вас комментариев. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас интересным. И вы смогли какие-то моменты для себя почерпнуть. Хорошего вам дня, вечера или ночи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем самое интересное, что у меня закатались именно блестки. Но все остальное на местах. Подводка на местах. Матовые, в принципе, тоже остались на месте. Ну, самолет пережил макияж, так что все замечательно.